Всем привет, друзья! С вами я, Гост, и мы продолжаем выживать в зомби-апокалипсисе в GTA V. В прошлой серии, друзья, как вы помните, мы с вами смогли обнаружить новую базу выживших, которая оказалась очень большой. Несмотря на то, что эта база хорошо охраняется, я всё-таки решил оттуда уйти и продолжить выживать в одиночку. И как вы, наверное, сейчас догадались, я занимался поиском припасов. И хочу вам сказать, что ресурсов стало уж очень мало, то есть найти какую-нибудь, я не знаю, провизию или же патроны сейчас крайне трудно. Поскольку я помогал многим колониям выживших, конечно, за помощью я могу обратиться к ним, но всё-таки, ребят, сейчас я решил попробовать поискать какие-нибудь вещи самому. Сразу же предупрежу, что никаких успехов у меня, ребята, не было, то есть я не нашёл ни патронов, ни провизии. Ну и, конечно же, друзья, в самом начале этого ролика я бы хотел попросить вас поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы любите ролики по зомби-апокалипсису, потому что данная рубрика выходит только благодаря вашим лайкам. Поэтому, ребята, если вы хотите увидеть продолжение, то, конечно же, не забывайте ставить лайки под этим роликом. Я, в общем-то, буду видеть вашу активность и выпускать ролики даже, возможно, чаще, чем сейчас. Ну что ж, давайте, в общем-то, мы будем потихонечку уходить из этого двора, потому что здесь уж очень много зомби. Так, один меня заметил. Так, тихо, аккуратненько. Блин, чёрт побери, что сегодня с меткостью? У меня прям вообще не могу попасть. Так, быстренько убиваем их. Так, давай, давай, давай. Вот, хорошо, всё, убили. Отлично, можно двигаться дальше. Сейчас тут за углом припаркована моя машина, в принципе, на ней мы с вами и двинемся. Сегодня у меня были планы просмотреть один заброшенный город. Точнее, скажем так, небольшой пригород, находящийся рядом с Лос-Антосом. Вы про этот пригород, возможно, пока что не слышали, потому что в своих роликах я его не показывал. Но, ребята, это место существует, и там вполне вероятно мы с вами сможем что-то найти. Но я более чем уверен, он уже уничтожен. Так, чёрт побери. Так, давай, давай, давай. Вот так, всё хорошо. А, ещё один. Понял. Ох ты, блин! Чёрт побери! Так, ребята, отходим, отходим, отходим. Зомби очень много. Воу-воу-воу, откуда их тут столько? Так, быстро отстреливаемся, надо убегать. Чёрт побери, какого фига их так много стало? Так, ребята, прячемся, прячемся куда-нибудь, я не знаю, давайте. Так, умри, тварь. Так, давай. Всё, хорошо, застрелили. Воу! Так, получай. Всё, отлично. Бегут, бегут, ребята, бегут. Ещё зомби. Так, давай, отлично. Всё, ребят, давайте от первого лица поиграем, потому что мне не очень удобно так стрелять. Убиваем. Воу! Чёрт побери! Ещё! Так, отлично, убиваем всех, ребят. Этого тоже. Всё, я думаю, можно пробегать к нашей тачке, потому что зомбарей мы, в принципе, этих перестреляли. Так, нужно быстрее, быстрее двигаться к машине, я уже её хорошо вижу. Чёрт побери, походу зомби столпились рядом с ней из-за того, что она была заведена всё это время. Я не верю в это, ребята. Блин, какого фига? Ладно, всё, быстренько прыгаем в тачку. Так, давай, давай, Франклин, залази. Всё хорошо, ребята. Ох, так. Здесь нас вроде как не должны достать. Отлично. Мне бы ещё подзаправиться, потому что, честно говоря, бензина у меня не очень много, поэтому попробуем ещё отыскать какую-нибудь заправку. Ну и выдвинуться в нашу сегодняшнюю местность. Скажу сразу же, что находится она очень далеко, но я бы хотел там побывать и показать это место вам. Несмотря на то, что я заправился, бензина опять стало очень мало. На этот случай я взял с собой пару канистр рядом с бензоколонкой, и теперь, ребята, мы с вами сможем, если что, заправиться прямо на ходу. Ну и, в общем-то, я уже подъезжаю к нашему сегодняшнему месту, ребята. Да, уже виднеются руины, посмотрите на это. Это у нас заброшенные деревушки. В общем-то, их, я думаю, проверять смысла нету, потому что припасы рядом с такими местами появляются крайне редко, поэтому такие места я буду просто проезжать. И уже хорошо виднеется блокпост рядом с этим небольшим городком. Давайте мы вот так вот его сломаем и проедем вперед. Сейчас главное смотреть по сторонам, друзья, потому что в этом месте я еще ни разу не был. И, честно говоря, не знаю, что здесь можно вообще ожидать. Так, ладно, проезжаем потихонечку вперед и, опять же, ребята, смотрим во все стороны. Так, все выглядит очень заброшенным, но это на первый взгляд, потому что такие места могут быть заселены не только огромными колониями зомби, но и бандитами, поэтому сейчас нужно быть очень аккуратным. Так, стекло, блин, зачем я выбил стекло? Ну, ладно, если что, теперь смогу стрелять. Хорошо, давайте будем осматриваться. А вот уже и виднеются первые нормальные дома в этом городе. Ох ты, е-мое, он очень заброшен, друзья, посмотрите на это. Здесь очень много зданий и все они выглядят капец как пустынно. Так, здесь у нас что-то перевалено. Я не знаю, как мы будем проезжать, ребят, потому что проехать будет тяжело даже на таком вот автомобиле, как у меня. Хоть и полный оффроуд, но все равно, возможно, я смогу застрять в этом месте. Поэтому давайте-ка мы с вами пока что проедем как-нибудь поаккуратнее. Реально заброшенный город, друзья, посмотрите, как он выглядит. Сюда бы прийти ночью и, мне кажется, было бы капец как страшно. Именно поэтому ночью я сюда и не отправился, потому что такие места ночью осматривать, это, конечно же, полная жути, ребят. Так, ладно, проезжаем вперед. Ох, ох, вот так проскочили, отлично. Я думаю, можно машинку бросить где-нибудь, например, вот здесь, прямо, да, на открытом месте, потому что вполне вероятно, что я заблужусь в этих местах, а потом свою машину просто не отыщу. Поэтому оставим ее вот на таком более-менее видном месте. Так, ко мне уже бегут, конечно же, инфицированные. Давайте мы их отстреляем. Так, раз, два, три, четыре. Все хорошо. Кто у нас здесь? Никого не вижу. Да, все чисто, ребята. Окей, давайте, короче, направляться вперед. Не знаю, в какую сторону, правда, куда-нибудь. Ну, давайте вот сюда сходим, посмотрим, что у нас в этой стороне будет. Машины все сгорелые. Вообще, ребята, все уничтожено. Это место выглядит настолько пустынным, что, мне кажется, найти здесь хоть что-то будет, ну, просто, знаете, нереально. На удивление, зомби здесь реально много, а, честно говоря, мне всегда казалось, что из подобных мест зомби давным-давно поуходили, потому что все-таки это пустынная местность, как вы видите, и, в принципе, ловить здесь, можно сказать, нечего. Но зомби здесь все равно по-прежнему достаточно много. Так, это у нас что такое? Какой-то, ох ты, мусорный контейнер. Давайте попробуем здесь порыскать. Как бы это противно сейчас не выглядело, но мне нужно проверить вот эту коробку. Так, нет, в ней ничего, к сожалению, нету. Поэтому давайте будем отсюда вылезать и двигаться дальше. Ох ты, прямо на меня вышел. Так, получай. Отлично. Так, здесь какие-то мешки. Мешки мы трогать с вами тоже не будем, потому что, в принципе, в них ничего нету, как вы понимаете. Поэтому давайте просто пройдем вперед. Так, оружие, оружие, оружие. В руки быстренько. Все хорошо. Давайте, может быть, постреляем из дробовика, потому что тратить патроны на мои винтовочки мне бы уже не хотелось. Все-таки много я их уже потратил. Поэтому давайте как-нибудь с дробовиком справимся, я надеюсь. Потому что на дробовик у меня очень много патронов, и они постоянно не тратятся, потому что я его нигде не использую. Так, сломанный велосипед. В принципе, место реально заброшенное, друзья. То есть здесь, по сути, ничего и нету. Но выглядит это все, конечно, очень круто, ребятки. И вы знаете, вот я реально многим из вас порекомендую, кто прям хочет попробовать поиграть в GTA 5, RP, зомби или что-то в этом духе, обязательно качайте подобные моды, которые добавляют вот такие заброшенные объекты. Это все-таки, ребята, круто. И, не знаю, поднимает, по-моему, GTA 5 на новый уровень. На уровень RP и на уровень какой-то реалистичности, потому что, ну, это очень круто. Так, опять зомби бегут. Так, получай. Оп, не убил. Хорошо. Так, это тоже стреляем. Все, нормально. Что у нас здесь? Какие-то коробки. Вот коробки надо обыскивать, ребята. Всегда обыскивайте коробки. Если вы подходите к ним и вам высвечивается предложение взять ее, то обязательно берите. В них могут быть различные припасы и прочее. Но если вы играете с модом, как я, на зомби, который называется A Long Winter. Очень классный мод, ребятки. Очень-очень классный. Так, убиваем. Все хорошо. Что у нас здесь? Больше никого не вижу. Нет. Только есть одна проблема, ребята. Тут есть такая функция, как постоянная погода. То есть, если я сейчас включу ночь, то вроде как она может перемениться. Давайте просто попробуем побегать здесь ночью, чтобы было какое-то разнообразие. Все-таки мне тоже хочется посмотреть на все это дело вот в такое ночное время. Поэтому давайте попробуем. Ух ты, как все выглядит. Стало прям круто. Мне очень нравится, друзья. Все такое темное, атмосферное. Прям вообще капец. Давайте так и побегаем, в принципе. Правда, зомби сейчас будут намного активнее. Их будет намного больше. Поэтому давайте будем возвращаться к нашей машине. Я, правда, не помню, где она находится. По-моему, она находится в другом дворе. Так, ох ты, е-мое. Ох, так. Отлично. Ох, еще бежит. Так, тихо. Давай, получай все. Так, понял. Мне, кстати, показалось, что я слышал машину. Я надеюсь, что не мою машину угнали. Потому что прям такой четкий характерный звук проезжающей тачки только что был. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, возвращаемся поскорее к машине. Все, она здесь. Отлично. Я уже очень сильно перепугался. Давайте попробуем проехать это место по кругу. Посмотрим, быть может, здесь есть какие-то военные объекты, которых я не заметил. Ну, если что, постараемся их облутать. Видно, что в этом месте люди пытались обороняться от зомби. То есть, везде наставлены вот такие вот баррикады, перекрыты дороги и прочее. То есть, люди реально старались как-то сдержать эту инфекцию. Но у них вообще ничего не получилось. И это место... Ох, полностью инфицировалось. Это, ребята, очень страшно. Нет, здесь больше ничего я вообще не вижу. Так, а что это там такое? Так. Стопай, стопай, стопай. Это у нас какая-то шахта. Я могу ее сломать? Выбить эту дверь? Пробую туда зайти. Блин, к сожалению, не могу, ребята. Это закрытая шахта, в которую прохода, как вы уже заметили, нету. Ладно, в таком случае давайте отсюда уезжать. В принципе, ничего полезного я здесь не заметил. Стоит потом будет попытаться обыскать сами квартиры, сами дома. Потому что в них вполне вероятно что-то будет. Но вот сейчас, ребятки, я там ничего, к сожалению, не заметил. Ну и давайте сейчас я вам ради бонуса, как говорится, покажу одну базу выживших, которую я также смог обнаружить совсем недавно. Она находится у нас на пристани и достаточно красиво сделана в плане дизайна и обороны. Поэтому давайте-ка мы с вами сейчас отправимся туда, ну и посмотрим на нее. Оу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Черт побери! Я, ребята, чуть не перевернулся. А что-то такое вообще. Вы посмотрите, сколько машин. Офигеть! Как мне отсюда выезжать теперь? По камням, что ли? Так, давай-давай, проезжай. О-оп! Давай-давай-давай! О-оп-оп-оп! Броневичок! Отлично! Хух! Я проехал, ребята! Я смог проехать! Короче, ребятки, давайте будем направляться потихонечку к нашей базе выживших. Блин, ребята, надеюсь, что я смогу доехать до нашей базы, потому что бензин у меня практически истратился. Но вроде как находится она уже примерно в этой местности. Так, нужно завернуть куда-то вот сюда, на эту проселочную дорогу, и проехать вот в этом направлении. То есть она находится у нас очень рядом с военной базой. О-о-ох ты, ё-моё! Это чё такое? Самолёт! Серьёзно? Куда он летит? Вау! Тихо! Тихо-тихо-тихо! Это чё такое? Я не понял. Ребят? Э-э-э... Это вертолёты? Просто, ребята, какая-то свалка вертолётов. Я уже вижу саму базу, она находится на воде. Вот так вот она у нас выглядит. Я бы сказал, что само расположение базы не очень хорошее, в плане того, что... Ну, охраны вообще нету снизу. То есть, если зомби побегут, то, конечно же, вот эти вот баронные вышки, которых здесь, кстати, к слову, много... Ох ты, сколько у вас оружия-то на этой базе? Я вообще, ребята, офигеваю. Вышки, конечно, крутые, но сдерживать огромные толпы, мне кажется, будет практически нереально. Капец, сколько здесь у вас оружия. Посмотрите, сколько у них военных. База, ребята, по всей видимости, очень сильная. Я что-то даже об этом и не знал. Так, опять оружие здесь тоже. Я смогу нормально проехать? Ох ты! А я не могу проехать! Неужели здесь нужно просто идти пешочком? Ладно, давайте пройдем пешком в таком случае. Я тогда не буду ничего пытаться сделать. Так, отлично. Что-то машинка стоит, все стоит. Ох, мужчина, извините. Я вас не хотел толкнуть. Что-то я какой-то невнимательный сегодня, блин. Пробегаем, короче, в том направлении. Там у нас по всей миссии находятся главные корпуса. Люди все равно где-то должны находиться. Это место не такое уж и... Я бы сказал, хорошее. Ох, то у вас выжившие даже есть. А меня пропустите вне очереди, надеюсь? Офигеть, сколько их здесь. Вы посмотрите. Просто посмотрите, какая толпа идет на эту базу. Я так полагаю, что военные и, в общем-то, те, кто все это организовал, просто перетащили все припасы с военной базы. Правда, как у них удалось это сделать, я просто не представляю. Потому что я уже был однажды на военной базе. И хочу вам сказать, что это достаточно жутко. Потому что зомби там реально дофига. Вау! Че? Серьезно? Так, тихо. Отойди от меня. Я не хочу с тобой драться. Это зомбак, что ли? Я понять не могу. Ой, посмотрите, сколько здесь у нас могил. Это просто могилы привезли. Ой-ой-ой. Что-то я это не понял, друзья. Какая-то жесть. Ладно, зомбаря этого нужно будет убрать. Потому что он здесь вообще ни к чему, как говорится. Ну и давайте посмотрим, что находится в той части. Тоже достаточно интересно на это понаблюдать. Здесь у нас тоже эти казармы всякие. Очень много военных. Я так полагаю, что вот здесь и находятся жилые комплексы. Охраняют, конечно же, военные. Очень много, как я уже вижу, еды всякой. Автоматов с едой и прочего. Ребята, достаточно прикольная база, я вам скажу. Но, конечно, выглядит она, скажу вам правда, не очень рпшно. Ну, как по мне. То есть можно сделать намного рпшнее, расположив базу где-нибудь под землей. Или что-то в этом роде. Короче, давайте, в общем-то, будем заканчивать на этом ролик. Потому что, в принципе, сегодня мы с вами все посмотрели, что я хотел вам показать. Ну и надеюсь, что он вам понравился. Надеюсь, что вы поставили лайк и подписались на мой канал. С вами был я, Жека Гост. Всем спасибо за просмотр. Ух ты, это что такое? Вау! Нифига себе, люди. Это у нас какой-то, походу, медицинский центр. Офигенно. В общем, ребятки, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok